Для исполняющего обязанности председателя правительства Ульяновской области Александр Смекали на минувший штаб по комплексному развитию региона стал последним. Его решение покинуть пост руководителя главы Кабмина и перейти на работу в федеральную структуру объявил Алексей Русских. С одной стороны всегда немного грустно, когда уходят профессиональные компетентные управленцы, но с другой стороны у Ульяновской области появится еще один защитник интересов на федеральном уровне. Александр Александрович, я искренне надеюсь, что вы не забудете нас, не забудете свою малую родину. Временно исполнять обязанности. Председателя правительства назначили Андрея Тюрина. Сам штаб, глава региона, начал с подведения итогов прямой линии, которая состоялась 10 августа. Алексей Русских предложил такой формат работы с населением перенять всем ведомством. Начнут с Министерства просвещения и воспитания. Сам глава региона намерен проводить прямые линии раз в три месяца. Не могу обойти стороной жалобы на запах в отдельных районах Ульяновска. Люди пишут, что после обращения ко мне на прямую линию ситуация усугубилась. И невыносимый запах в юго-западном районе, в Кендяковке, в Ирепаевке стоит даже днем. Я не совсем уверен, что виноваты именно очистные сооружения. Далее перешли к делам коронавирусным. По словам заместителя главы региона Александра Костомарова, ситуация в регионе близка к критической. Так, за последние сутки было зафиксировано 293 новых случая заражения. И таким образом мы вплотную приблизились к максимальным значениям, которые вообще когда-либо были зафиксированы в Ульяновской области по количеству заболевших. Если говорить об анализе и сценарии развития, то, к сожалению, мы находимся даже в более худшем, чем пессимистичный вариант развития событий. Ульяновская область занимает 18-е место среди всех субъектов страны по количеству заболевших COVID-19. По словам регионального главы Роспотребнадзора Елены Дубовицкой, чаще всего заболевают люди старше 30 лет. Но есть и хорошие новости. Все меньше ковидом болеют дети. В настоящее время в эти минуты разгружается на аптечном кладе 6300 спутник В и 32 тысячи доз вакцин спутник В. Глава региона, как и неделю назад, просил ужесточить соблюдение масочного режима, особенно в торговых центрах, где, по информации Роспотребнадзора, чаще всего иззаражаются. От здравоохранения перешли к образованию. На аппаратном совещании заявили, 1 сентября все встретят на улице. В школах с небольшим количеством детей до 100 человек линейку для всех классов проведут одномоментно. Там, где учеников свыше 500, линейки проведут по параллели, чтобы исключить массового скопления людей. Уроки физкультуры также будут проходить на свежем воздухе до тех пор, пока позволяет погода. К приемке в этом году было предъявлено 772 образовательных учреждения. И могу сказать, что на 14 августа, на пятницу, все 100% образовательных организаций приняты к новому учебному году. На сегодняшний день процент вакцинации среди педагогов и сотрудников образовательных организаций составляет 67%. На штабе подвели итоги эксперимента тактического урбанизма. Это проект молодежного правительства. Неделю назад они выступили с инициативой перекрыть на выходные парковку УЦУМа, чтобы создать место притяжения для молодежи. Эксперимент провели. Стоянку перекрыли, заставив ее палетами. Как считают в молодежном правительстве, эксперимент удался. Теперь они хотят выйти к населению с манифестом о том, как на парковке лучше. С машинами или без. Городской администрации идею урбанизма поддержали, но и от парковки отказываться не собираются. Наше предложение, первое, помочь ребятам в благоустройстве. Второе, организовать именно такой симбиоз. И парковка в будние дни, и место для отдыха, общественное пространство в выходные дни. Вопрос об общественных пространствах. На штабе подвели итоги реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. В этом году в проект вошли 114 дворов, из них благоустроили 37, а из 24 общественных пространств облагородили пока 4. Цель – повысить индекс качества городской среды на 8% и увеличить количество граждан, принимающих участие в решении вопросов по благоустройству до 15%. «Нами активно ведется работа по контролю качества. Так, во всех муниципальных образованиях за контролем качества созданы комиссии, общественные в первую очередь. Назначен из числа сотрудников администрации ответственный, как правило, это заместитель главы администрации. И все работы по контролю ведутся ежедневно на каждом объекте». В заключении Алексей Русских вновь раскритиковал ремонтные работы Ленинского мемориала. Отремонтированная кровлями мемцентра протекла. Глава региона уточнил – принимать и оплачивать работы правительством не будет.